Привет, друзья! Вы на канале Монета Мания, канал о том, как можно заработать на монетах. И сегодняшняя тема это у нас серебряные монеты Украины и сувенирная продукция НБУ в серебре. Как мы видим, сейчас серебро продолжает свое падение и каждый раз у нас цены на сайте меняются. Вот, например, дешевеют инвестиционные монеты и коллекционные. О чем это может нам говорить? С одной стороны, если у вас есть лишние финансовые средства, вы можете их просто-напросто вложить на какой-то период времени и отложить, забыть. И потом попробовать как-то их вернуть, продав ваши монеты или слитки или какую-то другую сувенирную продукцию. Например, я бы хотел поговорить с вами сегодня о довольно интересной яркой сувенирной продукции. Это как гривна киевского типа, которую делает Национальный банк. Он ее довольно давно выпускает и особенность именно этого изделия в том, что номер конкретных гривен ставится на обратной стороне данного изделия. То есть они публикуются и тираж может быть вообще не ограничен. При этом, конечно же, они могут быть интересны с какими-то необычными номерами. Давайте посмотрим, что по этой гривне. Последний раз, когда я делал такой вот обзор, там цена была в районе 9000 гривен. То есть она продавалась, можно было ее приобрести. Сейчас она продается за 7683 гривны. Давайте посмотрим примерно, какой бюджет может быть при продаже данного изделия на сайте, например, Violet. Мы видим, что в 2021 году подобная гривна у нас продалась за 5000 гривен. То есть, друзья, покупая какую-то такую вещь, вы могли ее продать гораздо-гораздо дешевле. Причем здесь мы видим, что номер довольно-таки 13800 не из самых последних, которые у нас выпускаются. Дело, кстати, самые последние номера это у нас 14500 и 15500. Это у нас Киевский ювелирный завод, до этого у нас были и Харьковские заводы. Давайте посмотрим. То есть, по камнести мы видим, что просто невыгодно, даже купив в магазине Национального банка, как-то эту гривну перепродать. Смотрим, какие еще продажи вот есть. У нас уже есть по 6000, уже интереснее, уже вы будете, скажем так, не так потеряете деньги, да, если захотите купить и потом перепродать данное изделие. Тут мы видим номер 13000. Это, конечно, номер уже другого изготовителя. Это у нас Львовская. Это на Топазе делалось данная гривна. Вот. Ну и вот самая большая, что из того, что недавно 8000 гривен. Мы видим, что прям, прям, да, это реально даже больше того, что сейчас на сайте НБУ там 7680. Но на самом деле, если посмотреть на конкретное изделие, оно очень раннего выпуска. Тысячный выпуск. Это очень-очень ранний. Это Киевский ювелирный завод делал такие гривны. И мы видим, что просто-напросто конкретно эта гривна, она очень интересная, красивая, но она является больше все-таки сувениром, а не каким-то нумизматическим продуктом, потому что тираж у него не ограничен, потому что цена довольно высокая. И купив такую вещь, ну, вы, может, просто, скажем так, порадуетесь, потому что это, кажется, сувенир, похожий на гривны, которые ходили у нас давным-давно. Поэтому, когда вы покупаете серебряные монеты, обращайте внимание на то, что вы инвестируете свои деньги, во-первых, не на краткосрочный период. Вы, когда покупаете, это нужно на 3-5 лет забыть просто о том и ждать пока. Хотя, как мы видим, что даже гривны, которые уже больше, которые даже больше, чем 3-5 лет, эти номера у нас с 1998 года чеканились, отливались, я думаю, эти конкретные гривны. И при этом она не подорожала. Я имею в виду в долларах, в гривне, конечно, когда эту гривну можно было купить за 1000 гривен, на тот момент, да, это может быть даже и не, как это выглядит, интересно. Но по факту это не так. Вот. И если вы решили покупать себе монеты в серебре, инвестиционные, смотрите на тот момент, насколько они визуально красивые. Могут ли люди просто купить для себя в коллекцию вашу гривну? При этом у нее может быть миллионный тираж и неинтересно с точки зрения коллекционирования. Просто как кусочек серебра, за который вы платите, а на нем есть какое-то изображение. Поэтому я не собираю лично инвестиционные монеты. На данном этапе мне это не так интересно, как, например, коллекционирование других монет или даже банкнот. Хотя у меня очень маленькая коллекция банкнот. По сравнению с тем, что сейчас на самом деле у людей, какие бывают банкноты по номерам и редкие номера и так далее. Так что, друзья, пишите ваше мнение в комментариях, что думаете по поводу того, что покупать, не покупать такие монеты в серебре или в золоте даже. Пишите, очень интересно почитать. И подписывайтесь на канал. Также посещайте мою телеграм-группу, в которой гораздо больше новостей о монетах и инвестировании. Ссылочка будет в описании. Всем пока, друзья.